Годов неплохо проявлял себя на своем внутреннем фронте Гамбург. Также добиваясь победы в чемпионатах Германии в 82-м и 83-м годах. Внимание, опасный момент, у ворот Гамбурга. И какое неожиданное развитие получают события этих первых минут. Еще десятая минута не успела завершить свое круговое шествие, как открывают счет гости. Подумать только Олег Венглинский, прорвавшись к воротам из пределов штрафной площади, очень спокойно реализует единственный предоставившийся этой команде шанс. Смотрим еще раз, как эта атака развивалась. Буквально на линии положения мне игры располагается Венглинский. Переигрывает защитника одним касанием, вторым убирает его уже окончательно и очень хладнокровно перебрасывает мяч, подсекая его через голкипера Мартина Пикенхагена. Можно наслаждаться еще раз и еще раз повторами этих эпизодов. Вот вам и Евгений Кучеревский. Томаш Уйфалуш и никто иной. Защитник сборной Чехии был в этом эпизоде против Венглинского. Кстати, Олег, основная ударная сила Днепра, лишь недавно вошел в сетку по счастливой для днепропетровцев случайности. Очень точный прицельный удар наносил Бернардо Ромео в ближний угол. Мяч уходит на угловой. И с углового скидка не свидетельствует... Ну вот, случается то, что случается всякий раз в футболе неожиданно. Пенальти. Мяч отскакивает в руку. Хотя нет, здесь ситуация совсем не та, когда можно сказать, что отскакивает. И вовсе это не несчастливая случайность, а, наверное, элементарная небрежность. 19-й номер. Дмитрий Михайленко. По-моему, это именно его руку встретил мяч в воздухе. В штрафной площади такие вещи караются 11-метровым ударом. И Николай Меден оказывается бессилен. Нико Ян Хогма. Капитан Гамбурга. Многолетний капитан. Игрок в прошлом, правда, сборной Голландии. На 49-й минуте восстанавливает равновесие счет. Неожиданно обернулись события для команды Кучеревского, которая, наверное, собиралась столь же неторопливо и спокойно начать второй тайм. И случилось то, что случилось. Впрочем, это ни в коей мере не умаляет достоинств игры Днепропетровской команды. В первом тайме и в эти три, там, три с половиной минуты, что прошли после перерыва, сильный удар. Мы даже видим, что сдержанный очень в игре. Там, где нервничать, ну, никак нельзя в штрафной площади. Встречайте, просят Медин. Встречать не торопится, но здесь встречать поздно. Встречайте 2-1. Вот как можно сказать. Бернардо Ромео. 81-я минута. Вода, вода камень точит. Все-таки преимущество в борьбе на втором этаже, да и преимущество по созданным моментам. Если хотите преимущество своего поля. Все это сложилось в копилочку и отлилось вторым голом. Незащищенный ближний угол. Не успел Медин, не успел переместиться. Ну и здесь к передаче заблокировать не успели. Да и там пятый номер Езерский просто провожал взглядом этот удар в пустые ворота. Так, 81-я минута. Вперед выходит команда Курт и Яр. 2-1. Курт и Яр.